Я хочу начать с местописания, которое всем известно, 1 Кориффина, 1 глава, 21 стих. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, при мудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Вы знаете, юродство проповеди как раз и является той темой, наверное, в последнее время, когда мы собираемся вместе, когда мы проповедуем Евангелие, когда мы говорим о Боге, мы в юродстве проповеди пытаемся донести людям, что есть больше, чем этот мир. Что за гранью смерти, за той гранью, когда мы закроем глаза навечно, есть тот мир, который Бог предлагает людям. И когда мы говорим, читаем эти местописания автоматически, то есть автоматически у нас приходит понимание, что этот стих говорит нам о благовестии. Вы скажете, Рэбэ, ой, вы же столько этим летом говорили о благовестии. И я прошу вас вопрос такой, почему не летом, когда больше всего этого не хочется делать? Когда не говорить о благовестии, особенно летом, когда это абсолютно не хочется делать? Знаете, когда мы были вот несколько дней назад на концертной программе Cutlass, Эта ситуация вот на площади показала, как много людей, наших друзей не прочь развлечься под ритм музыки. Знаете, это вот показано, что Одесса, может другие люди, вообще люди сами по себе, они не прочь почувствовать себя принятыми, прекрасно, почувствовать себя свободно. Но при всем этом приятно видеть, как наша молодежь ходит среди другой молодежи и предлагает им Евангелие. Когда они общаются и они начинают молиться. Знаете, я специально, как и многие пастора, стал позади всей толпы и просто смотрел, что происходит, какие люди вокруг, что говорят, какие действия. И я понимаю, что поток людей просто проходил мимо. Понимаю, что происходит там, потому что переводы и все остальное, оно явно говорило о том, что там проходит именно благовестие. Люди говорили о том, что Бог сделал в их жизни, как Он изменил их, и при всем этом они стали успешны и этим не стыдятся. Когда лидер группы призывал людей к молитве, к покаянию, или, можно сказать, пригласить Ешуа, личную спасительную свою жизнь, мы, знаете, вот с таким поднятым чувством настроения, вдохновенные, что Бог делает, радостно мы подошли ближе, чтобы увидеть, услышать, мы с Татьяной, мы подошли туда ближе, и, знаете, в это время вдруг я слышал своей спиной, как и ожидалось от неверующих людей, которые любопытные, но, знаете, но еще неверующие. Когда пошел призыв, говорит, если вы хотите изменить свою жизнь, чтобы она была другой, насыщенной в Боге, есть пути, вы пригласите, и начали молиться. Тут один говорит, все понятно, это блаженные, другой говорит, да нет, это евангелисты, и один говорит другому, говорит, слушай, давай, валим отсюда. Я посмотрел на все это, думаю, ох, интересно, несмотря на все эти вещи, нам не привыкать, правда, нам не привыкать о том, о чем о нас говорят. Тогда, знаете, если мы не привыкать, ну, как бы, не привыкать нам к этим словам, повернись своему соседу и скажи, ты блажен, Христа ради. Послушайте, мы блаженные, что нам открылась истина. Мы на самом деле блаженные, благословенные люди, когда нам открывается истина. Мы с гордостью называем себя истинно верующим в Новый Завет, потому что в нашей жизни что-то произошло, где личные отношения с живым Богом сделали нашу жизнь насыщенной, прекрасной. Мы блаженны и благословенны тем, что знаем, как благ Господь в различных ситуациях у людей, которые не знают Бога, но они набожны, и у них нет этой надежды, что завтра может быть лучше, чем вчера. Послушайте, мы так же, как и другие, делаем ошибки. Мы так же выбираем немудрые решения. И вот тогда между нами происходит нечто. Мы говорим, ой, не дай Бог. Мы говорим друг другу. Когда у нас есть ошибка, когда мы попадаем в какие-то ситуации, мы говорим, не дай Бог, когда мы знаем, что происходит. Мы говорим такие вещи, как, ну, типа, будь попроще. Просто таком будь. Ну, будь попроще. Когда понимаешь, что человек чуть-чуть замудренный, когда он сильно что-то хочет сделать, говорит, слушай, будь попроще. Другими словами, когда мы говорим, не дай Бог, мы имеем в виду, что? Я скажу, что вы имеете в виду. Не дай Бог так лохануться, как ты. Не дай Бог так попасться, как попался ты. Другими словами, мы иногда говорим это потому, что мы хотим сказать, слушай, огранить себя. То есть, не дай Бог попасть в какие-то вещи, думая о том, что как можно быть таким идиотом. На самом деле, когда мы говорим, не дай Бог попасться, не дай Бог попасть в эти ситуации, мы говорим, слушай, что он такой идиот, что не знал всю ситуацию, что это на руке написано, да, как некоторые говорят, гадаем по рукам. Видно ситуация, все это видно прямо здесь. Здесь, может, зачем так попасться, особенно на привозе. Так вот, если мы дети Божьи, и мы попали в нелепую ситуацию, где мы говорим, не дай Бог, имея в виду, что нужно быть таким идиотом, я вам хочу сказать, мы все-таки дети Божьи. Мы дети Божьи. Выходит, что мы не совсем умны, когда мы говорим о том, что не дай Бог попасть в это дело. Мы не сильно разумны, мы не сильно, может быть, просты. Но на самом деле, для тех, кто закончил школу золотой медалью, достиг успеха в спорте, либо в модельном бизнесе, если вы красивы, умны, если вы стали богатыми и очень важными людьми, у меня к вам есть добрая весть. Бог хочет, чтобы ваши таланты были использованы для спасения людей. Но знаете что? Ну, я вам скажу честно. Бог специализируется на тех, которые не умны, не так красивы, не так богаты, не так достигшие какого-то успеха в жизни. Бог использует людей, которые намного-намного проще. То есть, простых, незаносчивых людей. Поэтому Павел говорит, не много из вас, таких или других. Почему я говорю об этом? Потому что, как не летом говорить об этом? Мы когда не хотим ничего делать, особенно если вы говорите об евангелизации, благовестении, домашней группе и так далее, мы всегда находим себе причину, до кондиционера не работает, то нужно заработать деньги, то нужно ехать на дачу, то еще что-то. Тогда, когда не хочется делать, Бог использует самое интересное время простых, незаносчивых людей. Деяние апостолов, когда при смелом благовестии Петра и Иоанна обратилось 5000 человек, и их взяли под стражу Синдрион, Синдрион заметил, что эти люди очень, не только что они смелые, они были просты. Хотя считается там слово безграмотные. Я не знаю, насколько люди безграмотные, потому что часто слышат от проповедников, зачем идти в библейскую школу, апостоли были безграмотными, и они проповедовали. Знаете, я когда смотрю на это безразличие к еврейской мудрости, положение еврейского народа, апостолы не могли быть безграмотными. Потому что там дальше, Деяние апостолов, 6 глава, 4 стих, говорит, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Правда? И везде, где они свидетельствовали о Боге, где они благовествовали, они приводили места Писания наизусть. Очень безграмотно, я вам говорю. Это, наверное, как у большинства наших братьев, бывает так, что, ну, умеешь считать, значит, уже все, бизнесмены. Да, вот такой. Я хочу почитать местописание Деяния апостолов, 4 глава, 13 стих. Видя смелость Петра, то есть Симона и Иоанна, приметив, что эти люди не книжные, простые, они удивлялись, между тем узнавали, что они были с Ишуа. Здесь несколько вещей есть, которые для нас очень важны. Ничего нового в наше время не происходит. Вся история повторяется. Всегда люди, которые вокруг нас, всегда будут смотреть на то, что мы делаем, как верующие люди, что это не вкладывается в рамки его познания. И то, что мы делаем, иногда вот к благовествию нашим близким, родным и так далее, нечто особенно происходит. Они не могут вместить, почему и зачем мы это делаем. Для чего? Причина. Дайте мне одну причину, чтобы люди сказали, а, они делают это ради Господа. Всегда в мире будет причина какая-то другая. Они делают, потому что это сектанты. Они хотят большую всемирный заговорку это сделать, что-то еще. Они всегда находят себе причины, почему благовестие не вкладывается в их не разум. Но во время благовестия Петра и Иоанна люди заметили, что они были не ученые. Имеется в виду, они были грамотны, но не были учеными, как это было привычно. Быть фарисеями и саддукеем, как бы особенная школа, Гилеля, Шамая, какие-то школы проходить. Они заметили, что они не подходят в рамки религиозной школы. Почему? Потому что видели, что они были с Ишуа. Они определяли, что это люди были, они были не ученые. И вот здесь греческое слово звучит как агроматос. То есть мы неграмотные. Они не были учеными. Они не то, что они не умели читать, они были не учеными. И второе, они были простые. Помните, я сказал слово, ну, будь попроще. Ну, будь попроще. Когда мы говорим, либо дается быть попроще, что мы имеем в виду? Зачем так лохануться, да? И вот слово там используется, слово идиотас. Я специально это говорю. Потому что мы иногда чувствуем себя как идиоты. Приходим, стучим. Извините, у нас карточки есть с фестиваля. Чувствуем, что мы простые люди. Знаете, я не случайно подобрал проповедь свою, которую я назвал «Христовые идиоты». Название такое странное, потому что я смотрю на это, что делала первоапостольская община. И понимаю, что это люди были, во-первых, не ученые, а вторые были идиотами. И главное, что этих идиотов узнавали, что они были с Иисусом, с Ишуа. Удивительно. Знаете, когда я наткнулся на книгу «Идиот» Достоевского, да? Если он мог писать напрямую о том, что 26-летний князь Лев Николаевич Мышкин возвращался из Швейцарии, что он был простым человеком, искренним, невинным, что он понимал в людях, почему бы и мне напрямую не сказать о том, что я думаю. Почему мне не говорить о том, что в простоте своей мы должны благовествовать Евангелие. Слово «помните, простота» мы говорим на греческом языке, там почитайте, там написано «идиотос». Почему бы не быть таким человеком простак, бесхитростный, простодушный или не очень умный человек. А слово «идиот» означает отдельный человек, частное лицо, несведущий человек, то есть не совсем грамотный. Не совсем грамотный. Одно из мест Писания мне очень нравится, это где используют то же самое слово. Особенно говорю тем, кто может быть пытается сделать из некоторых движений Духа Святого особенное время. «Ибо если будешь благословлять Духом, то стоящий на месте простолюдина», там написано «на месте идиота», как скажет «Аминь» при твоем благодарении. Другими словами, если к вам придет в общину идиот, который не знает, что происходит, как он будет с вами еще общаться. Но говорю о том, что мы должны быть безумны Христа ради, говорят. Безумны – это имеющаясь смелость, благовестие. Вы в почте, зачем все это нужно? Знаете, я скажу очень просто. Мир сегодня ищет профессионалов, знатоков своего дела, людей, квалифицированных и с опытом работы. И чаще всего, когда дело проходит какая-то евангализация или служение какое-то, люди говорят, какой у тебя опыт есть, сколько ты уже верующий. Надо, чтобы ты верующий был не менее двух лет. Раз в три месяца не подходит по квалификации. А человек хочет. Он хочет быть на улице, благовестить, сказать, что Бог делал с ними, что Он изменил его жизнь. Когда смотришь на квалификацию, понимаешь, что многие из нас неквалифицированные люди вообще. То есть нормальные, неграмотные люди. Большинство из нас. Знаете, какая квалификация у Бога? Для нас. Для всех нас. Для верующих, кто познали Бога и Спасителя. Первое – послушание. Что ищет Бог в таких людях? Это послушание. Неприкосновенное послушание. Такие люди были, как Ной, который услышал от Бога и сразу же начал строить. Что строишь? Не знаю. Большой-большой квадрат нарисовал. Будет ковчег. А зачем? Ну, поплаваем. Когда не знали, что был дождь, что такое вещь. Не знали, что такое дождь. Правда? То есть понимают, где плавать, когда плавать. А не знаю. Бог сказал строить? Строю. И строил он это долго. Иисус Навин. Возьмите пример Иисуса Навина. Бог говорит, теперь Ерехон нужно взять таким образом. Вы начнете вокруг маршировать. И дудеть. На последний день так задудите и скажите Аллилуйя. И вы посмотрите, что происходит. Думаешь, каким нужно быть идиотом, чтобы в это поверить. Правда? На самом деле слово, вот это, значит, простота. Насколько нужно быть простым человеком в Боге, что нужно доверять Ему на этом уровне, когда мы послушны. Когда Халев, который при своей скромности делал то, что Бог сказал, и победил целую армию. Послушайте, если мы посмотрим на тех людей, через кого Бог менял историю, они были небольшими простаками. И они были всегда послушны Богу. Они всегда были послушны Богу. Это не означает, что ты каждый день должен это делать. То есть, имеется в виду, мы все мимо пролетаем, как иногда. Но есть вещи, когда Бог призывает нас, и мы понимаем это. Деяние апостолов, 14 глава, 18 стих. И призвал их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Ишуа. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите. Справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Знаете, когда я читаю это место, я сразу подумаю, подожди секунду, что-то такое вот напоминает мне. Очень часто встречаюсь с людьми, которые приходят и говорят, нужно делать вот это, Бог сказал делать вот это, другое, третье. Я говорю, а если нет? Я говорю, мы это не будем делать. Я говорю, чтобы вы это не делали. Они говорят, а что, Ребе, нам слушать Бога или тебя? И я думаю, ну как это так? Так, если ты благовествуешь, как делали это апостолы, то слушай все Бога. Но если ты самовольничаешь, жениться, жениться или не жениться. Если другое, то ты послушай, ты послушай людей уже с опытом. Мы говорим о том, что когда слушать нужно Бога, и особенно здесь, когда благовествуют. Дальше, опять же, Петра и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Это происходило тогда, когда они благовествовали, когда они учили, когда они были безумны ради Мессии, они делали удивительные вещи. И вот это удивительное, то, что Бог говорил делать, они делали. Апостолы понимали важность послушания, как и многие из нас. Мы с вами понимаем это. Мы с вами привыкли к послушанию. Например, один из примеров. Когда к вам приходит счет за свет или за газ, вы знаете, вы сильно послушные. Вы посмотрели и говорили, надо нести деньги. Правильно? Иначе что вам отрежут? Все удовольствие по жизни. Вы отрежут ни кондиционера, ни света и так далее. То есть все удовольствия закончатся. Но мы никогда не думаем, вот такой пример, это связан с общиной, с тем, где мы находимся. Апостолы понимали важность. И послушание было ключом того, чтобы Евангелие проповедовалось. И вы стали результатом их послушания. Да, они делали интересные вещи. Можно сказать, они были безумны, да, или там просты, идиотами. В последующие несколько недель для многих из вас вы будете иметь возможность услышать Бога. Вы скажете, вы что, не слышим его сейчас? Сейчас вы тоже его слышите. Только не меня, Митя. Хорошо? Не думайте, что я стою на месте кого-то. Как это было однажды у нас в общине, маленький Костя, который не хотел с мамой ходить в общину. И она говорит, нужно ходить. Он говорит, мама, зачем мне ходить в общину? Она говорит, там есть библейская школа, там Бог говорит с людьми, там Бог поучит тебя. И вот он однажды, когда я вышел на сцену проповедовать, он так встал и говорит, мама, Бог пришел. Я говорю, не-не-не, не надо. Иногда дети думают прямо, да. Но в последующие несколько недель у нас будет евангелизация по всему городу. И мы как община в этом участвуем. Участвуем на улицах, скверах. В последующие несколько недель Бог будет общаться с вами, сделать то, что, оказывается, в ваши рамки головы не входит. Я не говорю подложить денег у вашего соседа. То есть в ваши рамки, может быть, это войдет, но у него нет. А вот на самом деле пойти навестить людей, принести им благую весть, дать им надежду, может быть, выйти на улицы и сказать им о Боге, который их любит. Я думаю, что Бог хочет, чтобы мы слышали делать то, что Он заповедовал нам. Он заповедовал нам нести благую весть. Мое чувство идиотизма присутствовало тогда, когда я услышал, когда Бог говорит, подойди к этому молодому человеку, который там стоит возле прилавка, предложи ему помощь. Знаете, я чувствовал себя очень неудобно. Думаешь, как это сделать? Подойти к человеку, говорит, вы знаете Бога? Или же, я чувствую, что надо как-то так помочь финансово ему. Я подхожу и говорю, слушайте, вы меня простите. Я хочу, чтобы вас благословить, дать вам денег. И в ответ такой, знаете, обратно говорит, я что, выгляжу, что мне нужно деньги? Я думаю, попал. Вот реально, чувствую такой простым-простым себя. Знаете, сегодня, Саша, результат моего послушания. Я чувствовал себя очень неловко, очень неправильно, можно сказать, как для себя. Но Бог, Он делает свою работу. И я вам скажу честно, мы получим намного больше чувства удовлетворения в жизни, когда мы будем послушны Богу. Когда мы будем идти туда, куда Бог посылает, и делиться с людьми верой, которую Бог нам дает. Многие из нас чувствуют, что нам трудно быть идиотами. Но я вам хочу сказать, быть безумным Христа ради, это очень важно. Я хочу сегодня призвать вас к одной части. Все мечтают быть Божьими генералами. Да, там есть такие книги Божьих генералов. Исцелять, поднимать, там еще чудеса, знамения. Я вас призываю не стать генералами, а станьте идиотами за Христа. Я вам скажу почему. Потому что, когда ты доверяешь Богу, я просто не хочу, чтобы вы подумали, что я сейчас ругаюсь с вами. Я хочу, чтобы вы понимали, что на греческом языке это слово означало то, что я говорю. Именно идиотов. Простота. Это сейчас у нас в голове некоторое извращение. А вот тогда это означало очень простые люди. Наша простота должна быть известна людям. Что мы послушны Богу во всем. И знаете, квалификация номер два это даяние. Даяние. Квалификация номер два для идиота даяние. Вы скажете, что? Очень просто. В этом мире, когда они смотрят, что мы делаем, у них есть вопрос. Зачем им тратить деньги, которые они зарабатывают на то, что они делают. Они не могут понять, почему мы тратим деньги на помощь людям. Пойти к ним в больницу. Навестить их в тюрьме. Помочь детскому приюту. Бомжам. Почему мы кормим им. Датим деньги на этих людей. Почему мы поднимаем репцентры. Зачем это надо. Зачем вам эти люди надо. Они смотрят на нас, как на идиота. Потому что чаще всего даяние. Как мы даем. И для чего мы даем. Проводить эти конференции. Проводить евангелизацию. Делать то, что делал Катлас. И люди на самом деле думают, что у них крутые спонсоры. Знаете, даяние всегда, то есть ДК, ЦИДАКО, даяние праведности всегда удивляло мир. Они не понимают, почему мы это делаем. Но я вам скажу честно, мы получаем моральное удовлетворение тем, что то, что я имею, я могу подлиться с тем, у которого нет. Миру не понять все то, что мы делаем. Почему мы делаем. Почему мы даем эти финансы. Для них это непонятно. Для этого мира непонятно, почему вдова, которая положила в храмовое сокровище все свое имение. Все, что она имела. Все свое пропитание. Все, что у нее осталось. И не понять, почему проститутка взяла самое драгоценное миропомазание и вылила это на ноги Ишуа. Миру не понять, почему Соломон вместо полагаемого одного вола в жертву приносил тысячу. Не понять той любви, которая излилась в наше сердце. И мы хотим каким-то образом воздать за то, что он сделал. Финансы невозможно это сделать. Хотя многие из нас уже пытались. Да, и в деянии апостолов мы можем заметить, что люди, вот эти вот простые люди, они верили, что ценность в этом мире для них не в имении и богатстве, но в людях. И ответственность перед Богом благовествовать. Великое поручение становилось их жизнью. И они понимали, что их сокровище на небесах. Поэтому они свободны. Они свободно делились тем, что имели. Я не говорю сейчас для нас, для всех вас, продать все, что у вас есть и положить на плаху. И как бы подождать, пока Бог возвратит все обратно. Я говорю о том состоянии, когда мы благодарны Богу во всем. И в этом идиотизме, можно говорить, в этой простоте, которую мир не понимает, происходят чудеса. Не было между ними никакого нуждающегося. Ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносять цену проданного. И полагали, у многих апостолов каждому давалось в чем, кто имел нужду. Я знаю, что всех нужд мы не покроем. Всех нужд мы не покроем. Но сколько мы можем, мы можем покрыть от нашего сердца. Когда первый раз я услышал о десятине вообще, о цдеке, да, вот, о десятины. Хотя в Советском Союзе об этом никогда не учили. В церквях. Потому что тогда и это было поборище, ну, как бы сказать, незаконным сбором финансов. Всегда говорили, такой, святой рубль. То есть, если были сборы, были по рублю и все остальное. И когда я услышал первый раз о десятине, я подумал, какой простой человек будет отделять 10% своего прибыли, когда он может им насладиться. Я читал местописание Матфея 23, 23. Там написано, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину из мяты, аниса, тмина. Оставили важнейшую в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Знаете, я боялся, когда вот ты слышал о десятинах, что если будут два десятины от своей прибыли, то я буду похож на этих фарисеев, на книжках, что я ухожу в закон, как бы, десятины, даяний. Но потом понимал, что, знаете, есть нечто другое. И я, знаете, что делал? Я не давал финансы в общину или в церковь. Думал, ну, иначе это будет похоже на фарисейство какое-то. Я из финансов своих покупал пищу, одежду, подавал, раздавал людям. И этим я думал, что я служу Богу, хотя это правильно. Но только позже я узнал, что это сверхдесятины и даянии. Твое благорасположение, твоя праведная душа делает больше, чем ты должен делать. Потому что в Малахии 3 глава 10 стих говорит, принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища. Хотя в этом испытайте мне, говорит Господь. Знаете, это принцип, который Бог оставил. И когда я начал делать этот принцип, я честно вам скажу, я не пережил что-то сверхъестественного. Я не пережил сразу, знаете, вот обогащение такого. Но я знаю, что когда я стал в этом постоянен, я увидел, что я перестал нуждаться. Я увидел, что мои нужды стали покрываться. Я видел, как Бог начал благословлять, расширять. И знаете, я получил этот драйв внутри себя, что я хочу от состояния нужды перейти в состояние даяния, отдавать. И в этом, на самом деле, этот мир, в котором мы в материальном мире, люди живут, они не понимают, почему мы это делаем. Я скажу почему. Мне доставляет кучу удовольствия благословлять людей. Благословлять их не только материально, благословлять их разговоры, молитвы, евангелием их благословлять. Этот принцип всегда действует. Божий принцип. Божий принцип даяния. Даяние, это настолько заразно, что ты, если раз попробовал, ты не можешь уйти от этого. Потому что ты чувствуешь, что в этом сердце Бога. Даяние. Евангелие, это даяние. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Если Он отдал, то то, что мы имеем, что у нас есть, и Бог к чему располагается, мы должны давать. Мы лично имеем довольство во многом. Каждый из вас. У вас есть достаточно всего, чтобы покрыть все ваши нужды. Но когда вы начинаете помогать другим, то этот мир не поймет вас. Они будут говорить, какие идиоты. Их всех раскидают, их всех обманывают, а они постоянно дают и дают и дают. Вы не просто наслаждаетесь даянием, наслаждаетесь Богом, Который восполняет все ваши нужды. Это даяние. Мы можем посещать больных, купить то, что сами хотели бы. Кто из вас чувствует так, что если можно пойти на посещение людей и купить то, что всегда себе хотел купить, вкусненькое? Да, банан купить. Я услышьте меня правильно. Я говорю о том, почувство состояния простоты в Боге. Когда то, чем ты владеешь, ты понимаешь, что он может служить людям за спасение других людей. Ты идешь на посещение, и ты даешь то, что всегда хотел бы сам скушать. Ты видишь нуждающегося, нищего, ты отдаешь самую дорогую свою вещь, которую ты приобрел. А? Как такое чувство, когда ты понимаешь, что ты можешь посетить людей? Как насчет того, чтобы благословлять дело благовестия в зоне АТО? Там, где мы можем благословлять. Поддержать программу с сиротами или беженцами. А может быть, вы хотите сказать, сказать, слушайте, мне Бог положил оставить историю в Одессе. Я хочу оставить мессианскую историю в Одессе. Хотел бы, чтобы после меня было место, где называлось мессианской общиной. Здание для молитвы моих детей, моих внуков, моих правнуков. Это тоже даяние, сверхъестественное чувство, когда мы даем. И последнее. Эти люди всегда делают то, что не под силу другим. Безумных, мисс Христа ради, всегда делают больше и делают то, что не под силу другим. Безумные всегда делают то, что другим невозможно. Такие, как Моисей, такие, как моровийские братья, если вы почитаете историю, это были более-менее зашиточные люди, свободные люди, которые верили в свободу, которые верили в Бога. Они продавали свое имение, а потом продавали себя в рабы, чтобы боговествовать на галерах. Делать больше, чем другие. Невозможные. Ради спасения евреев, христиане, как идиоты ставили звездочки себе на одежду, поддерживая то, чтобы Бог спас народ Израиля. Они строили убежище, нашивали звезды, они выкупали пленников за большие деньги, евреев, спасали детей, выращивали этих детей. верующие люди, они намного смелее, чем другие. Они знают, что они рискуют. Они, как люди говорят, это безумные этого мира. Они смело противостояли диктаторам и религиозным фанатикам. Деяние апостолов 4,29 именно вот говорит об этом. Ныне, Господи, воззри на угрозы их. Дай рабам Твоим со всей смелостью говорить о слове Твоем. говорит Твое слово. Когда, тогда как ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамения чудес именем Святого Сына Твоего. Он говорит, Господи, ты видишь, что нам тяжело, но мы будем готовы делать дальше. простые, ничем не представляющиеся люди не смогли сделать то, что делали эти апостолы. Может быть, многие из верующих людей тогда были немного образованные, может быть, не сильно богатые, может быть, не совсем квалифицированные, но я знаю, что религиозное общество того времени, в котором жила апостольская церковь, не смогла понять причину, почему они это делают. и не поймут и нас. Не поймут нас ни политики, ни доктринальной позиции. Не вкладывается им в разум, почему мы стоим в наших ценностях, семейных ценностях. Мировой пролетариат тоже не поймет, почему верим во Бога, которого не видим. Не вкладывается в программу развития свободы и демократии общества Европейского Союза. Не входит это в разум людям. Я хочу сказать, что Европе еще нужно вспомнить о том, что именно христианство смогло изменить их будущее. Первая печать или первый станок был создан для напечатания Евангелия. Первые реформы, которые происходили в обществе, были направлены на свободу человека. И я думаю, что в этих реформах показывается сердце Бога. Таких идиотов во всем Писании очень много. Идиотов, которые были смелые, которые из естественного делали сверхъестественное. Из обыкновенного делали чудо, а из слабого становились сильными. Все это возможно только в Боге. Естественные моменты это невозможно. Давид и Голиаф, вот один из примеров, Давид и Голиаф, все кричали, этот человек непобедим. А Давид знаете, что сказал? О, поэтому Бог сделал его большим, чтобы я не промазал. я знаю, что это глупость, это идиотизм идти таким образом. Даниил, который уснул среди львов, потому что не подался соблазнам и поклонам человека. Сидрах, Месах и Абдинага в печке оказались по причине того, что они не поклонялись человеку. возьмите тех, кто изменил наш мир, тех апостолов, которым мы обязаны нашей верой. 1 Коринфянам, 1 глава 27 стих говорит, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощи мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Есть люди, которые верят, что Бог есть, но не живут, как неверующие. есть люди, которые хотят перемен, поэтому приходят в общину ради помощи, и только в общине фактически вы можете ее получить, где никак в общине можно получить ту помощь, которая необходима. Но сегодня хочу обратиться к вам, что приходит время, когда мы должны стать даятелями, не потребителями, а даятелями. И если мы получили то, что Бог нам дал, вечную жизнь, то, что нас обогатило, давайте мы поможем другим найти то, что они ищут. Это возможно сделать, слыша Бога, и сделать то, что невозможно другим, стать идиотом ради Христа. Я знаю, может быть, написать такую футболку. идиот из-за Иисуса. Я призываю вас сделать шаг в сверхъестественное. Я, честно, призываю вас сделать шаг в сверхъестественное. потому что ты когда чувствуешь, что ты очень неловком положении, а Бог говорит, подойди к этому нищему, присядь возле него, даже если он смертит, как туалет у привоза, вытри ему лицо, дай ему стакан воды, скажи ему, что Иисус Ишуа его любит. Независимо он еврей или же он араб, цыган, молдаванин, украинец. Этим людям нужна помощь. Тем молодым людям, которые в зависимости наркотиков, проституции, алкоголизма. Пойти к ним и протянуть руку, когда кажется это абсолютно невозможно. И если вы думаете, что вы выглядите очень глупо перед людьми, поверьте мне, перед ангелами всемогущего Бога ваше непослушание выглядит намного глупее. Потому что они смотрят и говорят дорогой, ты не знаешь, что за этим послушанием кроется. Бог хочет тебя благословить, Он хочет тебя прославить, имеется ввиду, что ты будешь узнаваемы людьми. Он хочет сделать через тебя чудо, которое только ты на это способен. тогда когда мы чувствуем себя неловко в состоянии идиотическом таком. Но знаете, Бог с вами. Не бывает глупых ситуаций. Бывают ситуации, которые вы пропускаете. И если я задам сегодня вопрос к вам, как много раз Бог вас посылал к людям и вы чувствовали себя неудобно, но через время вы узнавали, что этот человек либо умер, либо что-то случилось с ним, и вы думаете я должен был послушать. Друзья, это лето для таких как мы проповедовать Евангелие лето Господне благоприятное на улицах Украины Одессы и других мест Польши там проповедовать. Мы ничего не возьмем с собой, все оставим здесь и подумайте. Знаете стыдно, когда происходит? Когда верующие, которые своей целью ставят обогащение, то есть показать всему миру, что мы крутые, потому что у нас это все есть. Дом, квартира, машина крутая, все остальное. У кого-то получается, большинство людей получается. Страшно смотреть на них, когда у них сердце становится непобедным, непонуждающимся. стыдно. когда говорят об евангелизации или каком-то служении, они очень заняты. А через время все, что они заработали своим непосильным трудом, оно рушится, и он опять ездит на старые 80-х лет Ниссан или Тойоте, она еле-еле едет, она рушится, вот тогда стыдно. Но не стыдно тогда, когда ты приходишь к Богу. Мы все попадаем в эти ситуации. Стыдно когда не признаться, что ты пропустил Бога. Я призываю вас конкретно вот к этой части быть безумным ради Мессии. У нас будет фактически три таких служения, которые начинаются 14-го числа, это 16-го вечера. Наши домашние группы собираются в сквере базарном. Мы хотим провести там вечер эферейской хвалы, поклонения, танцев. Мы хотим говорить людям о том, что Мессия Он жив, Он спасает, Он помогает. мы приглашаем всех вас присоединиться к этому. Потом у нас может быть эра в шаббат такой тоже радостный в том же месте. И потом опять еще раз во вторник. Я верю, что это время для нас очень важное. Потому что уже на прошлый вот вчера на шаббат, на эра в шаббат было только не для всех желающих, было для неверующих евреев. Мы имеем 14, 13 человек, 15, 13, 13 человек, которые пришли первый раз на эра в шаббат. У нас есть, что говорит людям. У нас есть драгоценность. И я хочу сказать вам, это время, лето благоприятное. Если вы живете очень далеко, делайте это в себя. Если вы хотите присоединиться, узнавайте. Здесь Олег есть в поднимении. Он нас руководит этим всем. Я только подталкиваю их. Хочу обратиться к тем, кто может быть почувствовал себя, что он попал. Где-то в жизни своей ты утерял этот огонь. Огонь евангелизации, огонь благовестия. Что в какой-то момент ты перестал слышать Бога и то чувство идиотизма, которое у тебя было раньше, ты заглушил своей отдаленностью от людей. И вы хотите вернуться в это чувство, когда ты ходишь с Богом, когда Бог делает чудеса, когда ты делаешь невероятные вещи, а Бог выходит тебе навстречу и покрывает все твои нужды. Хочу обратиться к вам. Время коротко, мало, совсем мало. Сколько нам нужно для удовольствия? я лично нашел то, что я получаю большинство удовольствия, когда я в служении, когда посещаю людей, когда мы служим с молодежью. мы сейчас уезжаем в Белгороднестровске убирать еврейское кладбище с молодежью. Когда еду в наш репцентр, вижу молодых людей, которые хотят служить Богу. Присоединяйтесь, друзья, к Божьему удивлению. Если в течение следующих нескольких недель у вас будет позыв от Бога, например, посетите на шестом километре Киевской трассы центр ВИЧ-фицированных. Вдруг вам скажет Бог это сделать. Не чутите себя идиотом. Идите туда. Если вдруг вы скажете ну я хочу больше серьезней ощущений. Меня как бы это не очень впечатляет. Я вам скажу куда дальше пойти. Знаете куда? Вместо где не сильно очень приятно. Это место где люди умирают от турберкулеза. Турб диспансер. Хотите? Это тоже благовестие. Вон наша сестра с огненной прической. надежда она ходит туда каждый там еще команда есть небольшая каждый там три или четыре дня посещать людей. Там нужны простые вещи. Нижнее белье, там нужны футболки. Их никто не посещает. Они оттуда выписываются и от них отказываются их семьи. Они ходят по улице. Как им помочь? Как не только через ваши руки, где вас будет Бог использовать на исцеление, на освобождение. И когда чувствую себя идиотом, люди говорят, не понимаю их. Что эти верующие здесь вообще делают? Разве они не понимают всех сложности, трудности, переживаний? Понимают. Я заканчиваю сейчас. Я расскажу одну историю, что со мной случилось много-много лет назад, когда я первый раз попал в Одесский центры для ВИЧ инфицированных. У нас была сестра Валя. Это тот человек, который покаялся у нас и никто не знал, что у нее проблема такая. Я потом узнал, что она лежит в больнице. Это практически были потом, через пару недель были первые наши похороны общинские. Для меня это было трудно. Ну, и меня позвали, говорит, рэбе, пойди туда. Там нужно, чтобы ты помолился за нее. я пошел здесь на пастерах, тогда был центр. Когда я зашел в то отделение, я думал, что попал в катакомбы. Света почти нету, только из окон, где были палат. Люди лежат в темном местах, начиная, ты открываешь дверь, и вот в коридоре, вдоль стенки, они там варили себе кушать, никто их не приносил, особенно пищи. они их там обкалывали, там они еще там, и там они умирали. В этой грязной, в грязных простынях, в этих грязных во все, все, что возможно. Это люди были отброс народа. Я тогда сидел и горько плакал. Говорю, господи, что с этим делать? Мне так хотелось, чтобы сейчас все встали и ушли оттуда. Но так не произошло. Я смог всего лишь помолиться за несколько человек там, в этой палате. Валя улыбалась и говорила, пастор, спасибо. Спасибо, что когда я нуждался, ты посетил меня. Когда я была в темнице, ты пришел ко мне. Когда у меня сил нету, ты пришел наставить меня на путь правды и ты смог засвидетельствовать вокруг меня. Через несколько недель она умерла и я не знал, как даже вообще делать похороны, что там делать. И я понимал, что это было время. Бог иногда говорит к нам тогда, когда нам очень неудобно, когда мы чувствуем себя не совсем адекватно. Таких Бог призывает благовествовать. Благовествие это не только раздавать трактаты нашей жизни, наши дела, тогда когда мы положим нашу жизнь за близких. Я помолюсь, чтобы за несколько недель у вас пришло дерзновение, чтобы стали идиотами за Христа и так жили всю свою жизнь. Потому что она классная жизнь. А те ощущения, когда ты понимаешь, что ты что-то сделал и Бог с тобой провел тебе показал. Смотри, я тебя слышу, я рядом и я буду тем, кем я буду, когда тебе нужно, чтобы я был тем, кем я должен быть тогда. Давайте встань на наши ноги. Ави души башимаем. Это лето благоприятное. Это лето благоприятное для нас. Тогда, когда не хочется делать ничего, когда хочется собраться пойти на пляж, когда хочется просто наслаждаться персиками, априкосами, когда хочется наслаждаться всем, что у нас в Одессе прекрасное есть. Або в этом нет ничего зазорного, потому что ты сотворил все это для нашего наслаждения. но я молю Господь, чтобы я, как служитель, как человек, как искупленный тобой мог слышать то неадекватное призвание, которое ты призываешь всех нас и меня тоже, чтобы я мог слышать твой голос, и когда я чувствую, что это очень неприятная ситуация, доверять тебе, быть светом в этом мире, пойти туда, куда ты меня ведешь, говори то, что я должен говорить, быть Господь безумным для этого мира, чтобы Господь имя твое было прославлено. В этом мире я ничего не смогу сделать без тебя, я также ничего не смогу взять с собой, нагья пришел в этот мир, инак я возвращусь к тебе, но я не хочу пропустить возможность испытать, как ты благ ко мне, как ты милостив ко мне, Господь иметь смелость, иметь хуцпу, наглость, Господь такую в тебе, чтобы верить, знать, просто двигаться к тобой, и когда приходит призыв, в домашних группах, видеть чудеса, знамени, когда приходит желание сделать концерты, что-либо, Господь, в другом служении, пойти в реп-центр, помочь там, в местах лишения свободы, благовествовать детям на улице, помогать Лизе, Боже, я прошу с этими детьми, Боже, помощь там тоже нужна, те, кто в спидовом центре, или те, кто в туберкулезном центре, Господи, куда нас призовешь? я пойду, я молю, Господь, о первой любви, чтобы Ты возобновил нас, первую любовь, только в Тебе мы находим наслаждение, спасибо Тебе большое, если вы хотите посвятить свою жизнь Богу, может быть, вы где-то застоялись, может быть, эти чувства Бога, они как-то расплылись, и вы не рискуете своим положением, своей, может быть, своим лицом, вы чувствуете себя неудобно, неадекватно среди людей, вы хотите опять ощущений с Богом, видеть Его руку, поднимите, пожалуйста, вы хотите иметь эти отношения, даже если вы уже давно верующие, Абба, твой народ стоит сейчас перед Тобой, я стою, прикоснись к нам, прикоснись к нам, прикоснись к нам, прикоснись к нам, «Мой возлюбленный принадлежит мне, а я его». «Мой возлюбленный» Мы можем сказать, ты мой, вас любимый, ты мой. Наша молитва тебе, наша молитва. Я хочу обратиться сейчас к тем, кто забыл, что такое поклонение. И когда эти мелодии, эти звуки песни начались, вы почувствовали, что вы нуждаетесь Богом. Все, что нужно сделать, это преклониться. Преклониться. Если это сердцем, преклонись своим сердцем. Если нужно преклонить колени, опустись на них. Мы забыли, каково это. Сидеть у его ног и переживать. Проверьте себя сейчас на вашем месте. Проверьте себя сейчас на вашем месте. Ждались. Может, Бог вышел навстречу вам уже в вашем исцелении. Кому-то вернулась радость. Радость, что не все потеряно. Что есть шанс еще. Кто-то может чувствовать, что он получил исцеление с его сердца. Головные боли мужчины. Знаете, самое главное – это милость, которую Бог являет. Радость. Главное боли. Радость. Радость. Вся. Радость. Продолжение следует...